Так, раз-раз всем привет, давайте посмотрим, что получится. Значит, кратко я представлюсь, да, запись включена. Значит, зовут меня Луфтеров Вячеслав Александрович. Вот, я, в принципе, планировал начать вести занятие курс Linux 3. У нас в центре очень много, не очень много, а большая линейка курсов. И планировал заменить Владимира Евгеньевича Сорокина, нашего замечательного преподавателя. Я бы сказал, старого преподавателя, если бы я не был более старый, чем он, в плане преподавания. Ну и, соответственно, я старался сделать так, чтобы он мог продолжить занятие после меня. Ну, занятие переносится, но тем не менее, значит, если бы оно было, то с чего бы мы начали? Я начал бы с того, что, значит, Владимир Евгеньевич, такой же старый, как и я, предпочитает использовать до сих пор систему FreeBSD. Я с удивлением ее нашел у него. Ну и, соответственно, значит, ведет он занятия, используя там все, что надо, слайды и так далее. И в том числе вот на диске C в каталоге Distress имеется каталог с его материалами. И среди материалов имеется схема стенда. То есть, что я хочу показать? Хочу показать схему стенда. Вот я взял его видеозапись и, соответственно, нашел вот такую схему стенда. И вижу, ничего себе, самый пограничный маршрутизатор, шлюз у нас на FreeBSD. Ну, хорошо, берем его, импортируем из каталога с виртуальными машинками. Вот здесь вот. И, соответственно, внешний шлюз, гейтовые FreeBSD. Поехали. Давно я не видел FreeBSD. Шутка. Конечно, я еще в нескольких местах знаю, где у меня FreeBSD. Ну, и здесь, прямо как у него в записи, бабах, значит, ничего не работает, потому что виртуальные машинки работали с другими адаптерами. Ну, и здесь достаточно просто лишний раз сказать. Ну, а теперь будут вот эти вот адаптеры и вперед. Все, дело поехало. Так, значит, пока оно запускается, я хочу, напишите мне в чат, кто меня слышит, все ли в порядке. Прям плюсик пишите, если слышно, да, интересно, чтобы у меня был такой некий, некая обратная связь, да. Так, ну, она у нас запускается. Значит, ну, про FreeBSD, что я могу сказать? Это известная в узких кругах система, можно сказать, культовая система. Есть, конечно же, люди, которые ее до сих пор используют. Я работаю, как бы, в МГТУ имени Баумана инженером в центре управления сетью. Мы FreeBSD не используем, хотя с нее начинали. Ну, у нас есть там пара систем, и, в общем-то, они просто исторически у нас остались, не потому что мы ее используем. На самом деле мы любим Debian и всячески всякие его производные, бунты и так далее. То есть такие бывшие FreeBSD. Ладно, значит, дальше бы Владимир Евгеньевич рассказал бы. Ну, давайте подключимся к нашей, значит, FreeBSD, учетной записи, root, паспорт. Я не буду, наверное, писать, какие руты и пароли, потому что, когда будете на занятиях, он это все покажет. Вот, и быстро давайте настроим подключение внешнего, внешнее подключение нашей системы. Значит, он очень любит FreeBSD и рассказывает, что вот есть центральный файл конфигурации, rcconf. Вот, и в этом файле мы настраиваем внешний интерфейс. Сейчас получил IP-адрес по DHCP. А мы можем, ну, в принципе, может быть, даже чтобы было видно, а то как-то это все очень... И в конфиг, старый добрый и в конфиг еще во FreeBSD используется не IP, а так и получил она адрес 10.5.10.71. Вот я сейчас запущу что-нибудь такое поярче. 10.5.10.71. Подключаюсь. Да, значит, рутом подключаться нельзя, все правильно, Владимир Евгеньевич настроил, вот, поэтому здесь есть учетная запись. Джон, Джон с паролем тест. Ну, в общем, трэш какой-то. Вот, СУДа тоже нету. В 70-е годы, да, есть СУ. Соответственно, нет, конечно, во FreeBSD можно поставить СУДа без проблем, но умолчание не стоит. И вот я наберу и настраиваю внешний адрес через центральный файл вот этой вот FreeBSD. Старая, добрая FreeBSD. Внешний интерфейс EM0. Вот, и не по DHCP будет получать IP-адрес, а будет, соответственно, статический. Ну, и здесь все зависит от сети. Мы находимся в комплексе радио, там в комплексе радио сеть 10.5, в 10-й аудитории. Ну, и я возьму свой любимый 13-й номер стенда, соответственно, IP-адрес 113. Шлюзом в этой же аудитории будет являться машина с 254-м адресом, соответственно, 100, 10, 5, 10, 254. Ну, и, соответственно, надо сеть переинициализировать. Давайте-ка я вспомню. Кажется, это делается так. Это CRCD нет. IF нет, IF нет, IF. Ох, сейчас оторвется. Ну, попробую рестарт. Хорошо, нет, IF рестарт. Так, оторвались соединения. Ну, потому что я подключался через внешний адрес, вот вам результат, да. Ну, посмотрим, а можно ли подключиться. Так, какой там был адрес? 10.5.10.113. О, круто, крибы, я здорово. Так, подключаюсь, соответственно, к Джон. Пароль тест. Тест. Так, ну, и эта сессия у нас теперь уже все. Умерла. Так, ну, и, соответственно, здесь я тогда, здесь я тогда беру и настраиваю оставшийся. Значит, SU минус. Так, пароль, паспорт. Вот такой вот паспорт. Ладно. Так, настраиваю, что здесь он настраивает? Ну, насколько помню. Resolve.conf. А, вот что я вспомнил. Значит, это и DNS-сервер еще. Идем на второй курс по Линуксу и узнаем, что во FreeBSD файлы конфигурации DNS-сервера лежат вот здесь вот, на MDB.conf. Вот, и здесь надо поправить, надо поправить форвардер. Форвардер, соответственно, у нас в классе 10. Сейчас мы инициализацию сети закончим, дальше пойдет поинтереснее. Итак, 10, 5, 10, 254. Так, форвардер хорошо. И, соответственно, сервисе, можно сервисе пользоваться. Я вспомнил про четвертую FreeBSD. Я вспоминаю про седьмую FreeBSD. Это сервисе на Мед. Рестарт. Так, ну и проверяю. Host.ya.ru Проверяю 127.001. О, работает наш DNS-сервер. Ну, все благодаря Владимиру Евгеньевичу, потому что он все это дело заготовил. Старается, чтобы как можно меньше тратили время. Вот это у меня непонятно. Уже все правильно прописано. Слушайте, это странно. Почему странно? Потому что должны были настройки нашего DHCP. Ну, ладно, что-то надо подумать. Хорошо, ладно. Соответственно, смотрим на схему дальше. Дальше у нас на схеме имеется еще и внутренний шлюз. Сейчас я немножко смештабирую ее, чтобы было видно. Так, вот это мы настроили, вот эту вот систему. Вот она, вот эта система. Теперь у нас есть внутренний шлюз. Сейчас такая колбаса вырастет. И вот мы будем... Тема будет посвящена SSH-туннелям. И вот в этой колбасе мы с вами интересные лабы. Ну, по крайней мере, я старался. Вот, поэтому ping int gate. Пока ничего не пингуется, потому что надо запустить. Вот я запускаю внутренний шлюз. Внутренний шлюз уже на дебяне. Слава богу, у вас с внутренним шлюзом все попроще. Так, и внутри, значит, получается у нас... Что у нас получается? У нас получаются сети. Какие сети у нас? Получается глобальная сеть где-то вот здесь вот, да. Дальше у нас DMZ. DMZ-сеть, в которой находятся публичные сервисы нашей компании. И локальная сеть нашего предприятия, в которой доступ снаружи нет. И вот внутри нашей локальной сети будет находиться система Windows 7 почему-то. Ну, что делать? Старые преподаватели любят старые системы. Вот, и я смотрю, значит, что у меня. DMZ, так и называется, внутренняя сеть DMZ. А локальная сеть сделана из внутренней сети LAN. Это, в общем-то, настройки VirtualBox, и я всячески вам рекомендую эту систему виртуализации, потому что она позволяет очень много интересных игр проводить. И вот мы, в частности, сейчас поиграем. Так, поэтому я свою Windows 7 включаю в сеть. Включаю во внутреннюю сеть, в локальную сеть. Вот, все хорошо подписано у Владимира Евгеньевича. И, соответственно, все достаточно здесь. Так, запускаю я Windows 7. И, насколько я помню, у него и DHCP настроен, и DNS. То есть наш с вами Windows сейчас должен оказаться в интернете. И это будет такая вот управная точка. Так, ну а я, чтобы вести занятия, как всегда, использую свою методичку. Я лично, да, Вячеслав Локторов, wikival.ru, методическое пособие. Вот, и здесь имеются планы лабораторных работ ко всем курсам. В том числе я редко, но веду обеспечение безопасности Linux решений. Спасибо моим товарищам, что они делают это за меня. А я веду старшие курсы, да, сейчас вам продам. Всякие забиксы, отказоустойчивые кластеры, что там еще. Дивопс веду курс, очень интересно. С цисками интеграцию. Ну, в общем, такие в линейке. Они у нас, так вот, если специалист открыть, специалист.ру, вот, то, соответственно, имеется каталог курсов. Вот, и в этом каталоге курсов есть как раз вот то, чем мы с вами сейчас занимаемся. Сейчас я запущу длительный процесс, перезагружать не буду. Значит, мне для интересных лаб понадобится, во-первых, хром, хромом. А пока он будет ставиться, я вам расскажу про наши курсы. Тем более, что вы, значит, тем более, что вы, скорее всего, на некоторые из них можете пойти. Так, диагностика проблем подключения при этом. Я тут хвалюсь, что все хорошо. На самом деле, давайте посмотрим, так ли все хорошо, как я ожидал. Так, CMD. Что мы с вами видим? IP, он финг. Мы, между прочим, мы все видим нормально. Так, мы видим нормально. Пинг. Так, заданный узел недоступен. Вот, хорошо. А все так хорошо начиналось. Так, почему недоступен? Ну, хорошо. Что у нас шлюзом является? Пинг. 10, 100, 201. А внешний шлюз пингуруется? Хорошо. А пинг. 10, 5. 10, 5. Что у нас в сеть класса? 10, 254 провайдеров пингуются. Слушайте, что-то плохие дела. Плохие дела, плохие дела. Так, тут же у нас курс по безопасности, ребята. Все закрыто, что только можно и что только нельзя. Так, ну давай. Не должно было. Это не входило в планы. Такие странные штуки. Так, давай еще раз. Не работает, при этом шлюз пингуется. Ну, думаю, что не так. Так, 13, 13. Ну-ка, сейчас, еще, сейчас, одну секунду, сейчас мы, сейчас мы. Вот, к этой машине подключим, все ее выключим. Так. Да, 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 это моя любимая, это моя любовь к 13-му стенду. И нет, ноль, да, сейчас я останавливаю. Все хорошо. И тут 13-й, и там 13-й, да. Дело в том, что когда я веду занятия, я всем выдаю номера стендов, так называемые X. Вот. И дальше беру себе 13-й стенд, чтобы меньше было желающих списать, да, потому что 13-й стенд такой нечастливый. Вот. А, и еще одна причина. Нет, Вячеслав не прав. Ну, та тоже бы, где-то же FreeBSD. Сервисе, рутинг, рестарт. Я же поменял настройки сетевых интерфейсов. Все, вот теперь все должно заработать. Ну, ладно. Лишний раз похвалим FreeBSD, что в ней все по полочкам, все четко. И все хорошо, только система не очень популярная. И еще в ней один недостаток. Ее сложно обновлять. Очень сложно обновлять. Нет, ну, конечно, кто там круто с FreeBSD работает, скажет, не так уж и сложно, Вячеслав. Ну, я скажу, что сложнее, чем Debian. Ну, вот. А это говорит о том, что... Ладно, Chrome-то мы поставим или нет? Chrome. Браузер нам нужен, чтобы поставить кое-какое ПО. Так, Chrome, смотрим. Chrome, Chrome, Chrome. Господи, почему мы китайский-то видим-то? Chrome. Chrome. Браузер, Explorer для того, чтобы поставить браузер, да? Я.ру. Ну, откройся. Google.ru, не Google.com. Давайте отсюда. Chrome поставим. Так, Chrome ставим отсюда. И, да, вот он у нас уже в шаговой доступности. Да, скачать и запустить. Так, пока он ставится, продолжаю рассказывать про нашу линейку курсов. Значит, и вот лучше всего таким вот путеводителем пользоваться, потому что курсов у нас много. Вот. Ну, и считается, что для третьего курса необходимо иметь представление про Linux вообще. Сейчас, кстати, рисовалку запущу, чтобы было удобнее. Вот такая вот рисовалка, имейте в виду. Вдруг будете презентациями какими-то заниматься. Вот. Вот такая вот рисовалка. Zoom.it. Кстати, Microsoft написал. Так, ну и, да, да, но пользоваться ей сложно. Вот он первый курс у нас. Дальше второй курс. Развертывание сервисов и сетей. И вот мы находимся на третьем курсе. Как сделать эти все вещи безопасными. Так, ну и пока я вам про линейку курсов немножко рассказал. Chrome у нас должен был установиться. Вот. И, собственно, да, да. Надо нажать на кнопку «Да». Вот. Ну, а я веду старшие курсы. Значит, очень хороший курс, кстати, тоже я редко веду. Интеграция с корпоративными решениями Microsoft. На самом деле это вторая половина курсов безопасности и посвящена на вопрос управления учетными записями. Слово, Microsoft сегодня как бы в России немножко потеряла актуальность. И, к сожалению, но тем не менее, тем не менее, соответственно. Вот. А я веду вот Zabbix, то есть замечательную систему мониторинга, веду отказоустойчивость, веду, ну и DevOps веду. Так, ну а за это время у нас с вами Chrome установился. Соответственно, я ставлю еще одну хорошую программу. Посмотрите, вот такую недавно для себя открыл. MobaXterm. Всегда я, как старенький препод, пользовался PuTTY. До сих пор пользуюсь. И вот однажды думаю, дай-ка попробую вот такую программу MobaXterm. И кто-то мне посоветовал, кстати, не исключено, что из слушателей кто-то посоветовал. Вот. Я сказал, я всегда советую. Так что если у вас есть что посоветовать, советуйте. Всегда смотрю. Я открыл для себя прекрасный SSH клиент. Причем некоторые варианты использования его уникальны. То есть PuTTY это не умеет. MobaXterm умеет, а PuTTY не умеет. Ну и вообще он такой весь юниксовый, командная строка. В общем, если не пользовались до сих пор, то рекомендую. Тоже мы с вами его сейчас поставим. Потому что он будет принимать участие в некоторых лабораторных работах. Так, ну, значит, раскрываем все это прямо сюда же. Запускаем инсталлятор. Вот. Ну и, значит, должен он быстренько поставиться. Давай. Так, все, поставился. И вот первая киллер-фича этого MobaXterm, наверное, то, что меня купило сразу же с потрохами, это вот эта вот вещь. Сейчас покажу. Вот. Потому что в PuTTY это делается гораздо сложнее. Так, локальный терминал запускаю. Вот он, киллер-фича, смотрите. Шрифт можно увеличить. Легким движением руки увеличивается шрифт. Вот. И, соответственно, дальше уже можно жить. Ну, черная тема для тех, кто любит. Я, в принципе, люблю побелее. Ну, здесь будет вот так вот у нас. Так. Ну и, соответственно, смотрю дальше план. План, что я заготовил, да, как бы для того, чтобы перед Владимиром Евгеньевичем, не мешая ему провести занятия. Так. Хорошо. Значит, сценарий. Сценарий. Прямо сейчас я вот... Практическая работа. Представьте, что вы пришли учиться в класс к нам. Все реже и реже это происходит, но, тем не менее, есть причины. Люди приходят, едут на метро, приходят в класс, поднимаются на второй этаж, заходят, садятся. Вы оказываетесь за чужим компьютером, фактически. Вопрос. Вопрос. Вдруг вам захотелось на работе поработать, да? Вы сидите за чужим компьютером. Что вам делать? В принципе, я часто вижу людей с ноутбуками. То есть они приходят, и первое, что они просят, Вячеслав, а можем мы включить свой ноутбук? Мне тут на работе, надо поработать, и так далее. Я их хорошо понимаю, потому что им не хочется с чужого компьютера, А вот эта вот машина будет у нас чужой компьютер играть роль. Логиниться, вводить свои пароли и так далее. И вот вопрос, как это сделать безопаснее, да? Не сделать безопасно. Меня, честно говоря, посмотрел записи, и Владимир Владимирович говорит, Нельзя говорить безопасно. Можно говорить там защищеннее, безопаснее, нельзя качественно, как вы говорите. Вот, поэтому не то, что безопасно подключиться, да? А безопаснее подключиться к работе. Вот, ну и чтобы можно было подключиться к работе, Начнем мы с того, что наш с вами администратор вот этой вот сети На внешнем флюде создает себе учетную запись. Идем на курс РИБСД. Там вот такая команда UserAdded. Значит, ну я буду 13-й пользователем, поэтому, соответственно, UserAdded и User13. Создам домашний каталог этому пользователю. Так, и создам пароль PassWD User13. Да, PassWD User13. Паспорт 13. Паспорт 13. Вот, теперь я могу на работе. Вот я на работе. В Windows 7, хорошо, что Windows 7 будет играть роль рабочего компьютера. Просто надо подключиться там SSH User13 к своему внешнему шлюзу. Ну-ка, подключиться или нет? На им все, да-да-да-да-да. Так, SkyNet. SkyNetDMZ. DMZ, что ли, так название? О, работает. Соответственно, PassWD 13. Вот я работаю на работе, соответственно, что-то тут делаю, настраиваю там ЛС, ПВД и так далее. Вот, а теперь я уезжаю, значит, с работы в учебный центр, прихожу в учебный центр, сажусь вот за эту машину, нахожусь здесь в пути, нахожусь здесь в пути, вот, и подключаюсь в пути к своему внешнему шлюзу. Там 10, 5, 10, 113, даже на, ну, зову это, ExtGate. Сохраним. Вот, и вот подключаюсь. И смотрите, она предлагает мне ввести логин и пароль. Вот я на червовой машине набираю логин и пароль. Приятно это или неприятно? Мало приятно. И вот, товарищи, эта лабораторная работа пришла мне в голову только тогда, когда я увидел, что Владимир Евгеньевич использует FreeBSD в качестве внешнего шлюза. Дело в том, что непонятно по какой причине, но вот эта вот замечательная вещь, которая называется одноразовый параллель, во FreeBSD входит в состав базового ПО, и используется, и работает, и всегда работала, и, наверное, всегда будет работать. А в Linux этот пакет никто не поддерживает, поэтому в более поздних версиях он просто отсутствует. Есть гораздо более унылая реализация, которая называется One-Time Password, но она, в общем, когда я вот это продемонстрирую нормальное решение, то расскажу, чем мне это не нравится и почему. Так вот, смотрите, задача, задача, как бы так подключиться, как бы так подключиться, причем я даже вот добавлю, да, вот к юзерам 1, да, юзер 13, да, юзер 13, как бы вот так вот подключиться юзером 13, чтобы пароль наш не смогли заснифить и так далее. И, кстати, далек вот от каких-то там параноидальных таких, что вот сниферы, сканеры и так далее, мой опыт, связанный с безопасностью, говорит, что чаще всего, ну и, кстати, это Владимир Евгеньевич подтверждает, что... Чаще всего взламывают людей, да, просто присылают им там, ну, по электронной почте, что срочно зайдите, а иначе все... А вот всякие сниферы, сканеры там, это, конечно, все круто и интересно, но, признаться, меньше встречалось, если, честно говоря, то совсем редко встречалось. Вот, и, соответственно, соответственно, но, тем не менее, как бы не надо держать двери открытыми, да, провоцировать людей, поэтому как бы так вот подключиться, чтобы вот логин и пароль не светить. И вот первая лаба – одноразовые пароли. Одноразовые пароли говорят о том, что пароль будет использоваться один раз. Узнав об этом и узнав, что во FreeBSD эта штука есть, мы идем на работу, идем на работу и на работе подключаемся, как, соответственно, мы сотрудник, да, к нашему пограничному шлюзу и просто берем и инициализируем. Значит, вот они команды, я, честно говоря, буду просто их списывать, вот, ну, и немножко комментировать. Значит, в двух словах, мы инициализируем возможность для себя подключаться с использованием одноразовых паролей. Для этого нужно подключиться к своей учетной записью к FreeBSD и набрать UPIe, PASWD, PASWD, так, минус C инициализировать, минус F – FORCE, потому что нам сейчас скажут, вы что делаете, вы же подключились по сети, а вдруг кто-то перехватывает ваш мастер-ключ, который вы сейчас введете, вот, ну, мы говорим, ничего страшного, и нам говорят, ну, хорошо, вводите пароль. Внимание, это не тот пароль, к которому мы подключаемся, это может быть совершенно другой пароль. И вот здесь я специально это отобразил в методичке, да, у нашего пользователя user13, PASWORD 13, а пароль будет OPASWORD 13. Ну, он не отображается, поэтому я рассказываю, что я здесь наберу. Вот, соответственно, OPASWORD 13. OPASWORD 13. Вот, ну, и мне говорят, что все прошло удачно, и для 13-го пользователя пароль номер 499, номер 490, выглядит вот таким вот образом, прямо нарисованно. Но на самом деле в следующий раз у меня запросят другой пароль. И вот я упомянул курс 4, когда вы пойдете на 4 курс, вы узнаете, что за аутентификацию в Linux и в FreeBSD, и вообще в современных, да, системах, я имею в виду Linux или FreeBSD, отвечает так называемая библиотека PAM, подключаемая модуля аутентификации. И во FreeBSD этот библиотек уже настроена таким образом, чтобы использовать механизм одноразовых параллелей в том случае, если он инициализирован. Ну, грубо говоря, вот в этом вот файле, ETC PAM SSHD, говорится, что если все хорошо, то ты должен, а, если что, да, здесь говорится, что если инициализированы одноразовые парали, то используй, пожалуйста, ETC. Значит, закомментирован замечательный механизм Kerberos. Приходите на Linux 4, будете довольны, да, крутейшая вещь. Значит, PAM SSH, честно говоря, что-то я не помню, что это такое, Владимира Евгеньевича спросите, когда будет вести занятие. А PAM Unix это обычный старый добрый пароль, который мы не хотим вводить. И вот фокус заключается в том, что если я теперь подключусь как юзер такой-то, то у меня уже спрашивают не пароль, а 498 пароль. Значит, вот эта усиливающая последовательность, она была генерирована автоматически. А мне где-то надо получить этот пароль. Где же получить этот пароль? Где получить этот пароль? Где получить этот пароль? Берем вот это вот устройство. Вот это устройство. Сейчас я камеру. Напишите, видно устройство или нет. Это мобильный телефон, да. Раз-раз, как слышно, напишите, да, плюсики, если слышите меня. Вот, значит, дальше берем вот эту вот ссылку и устанавливаем на наш Android вот такую вот программу. Теперь берем и в этой программе, вот она, эта программа, в этой программе вспоминаем пароль, который у нас был. Пароль у нас был о пасворда, о пасворд, соответственно, 13. Так, спрашивают у нас MD5, пароль у нас номер, пароль у нас номер, соответственно, 498, 498. Так, и усиливающая последовательность, ЕХ, ЕХ или там зерно это называют. В принципе, если понравится, можно разобраться, как эти механизмы работают. Сложного там нету ничего, но с другой стороны это прикольно. И именно в плане, ну, давайте посмотрим, как работает, да. И вот я нажимаю сгенерировать, и сейчас посмотрю, как это в камере видно, мне просто интересно, да. Вот, соответственно, что-то вот такое, вот. Вот у меня сгенерирована вот эта последовательность, все видят, да. Теперь я эту последовательность попробую вбить. Пробую ее вбивать. Значит, пробую ее вбить. Да, вот здесь я ее вбиваю. Так. Да-да-да, причем можно нажать на Enter, и даже на глазах вот у вас стоят за спиной, все смотрят. Бонга. Так, да, ну, пока я вводил, уже это самое. Ничего страшного. Рестарт. Ввожу и пишу. Бонга. Пробел. Мальт. Прямо переписывайте на глазах у всех. Год. Пробел. Джан. Причем это все английские слова. Если бы вы были англичанами, то вам было бы еще визы. Так, значит, вот такую последовательность на глазах у всех вбиваете. То есть вы на работе. Вот. Ну, а дальше вы берете уже там SSH, там, значит, там, например, IntGate, там подключаетесь и так далее. Вот. В принципе, ничего не мешало заранее там сгенерировать ключа, ключи, keygen, да, keygen. Вот. Так, чтобы потом уже не надо было, не надо было никакие пароли вводить, вот, а просто подключаться там SSH. Ну, вот, один раз скопируем, copy, 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 ID. SSH, copy, ID. Ну, короче, это FreeBSD, тут надо указывать эти ключи, местоположение, ладно, бог с ним. Вот, это у нас примерчик будет еще с SSH, copy, ID. Ну, а когда вы в следующий раз подключитесь, то есть ради чего все делается, да, то вас уже спросят 497-й. И тот пароль, который вы вводили до этого, уже все, никакой роли не играет. Если его кто-то перехватил и использует, пытается использовать, то это бесполезно. Вот. Ну, напишите в чат, как вам, понравилось решение или нет. Вот. А пока пишите в чат, я, соответственно, еще чуть-чуть продолжу, да, туннели SSH, давайте посмотрим. Значит, ну, мы просто подключились как бы. Да, напишите, понятно или нет, что, а то я ребенку показываю своему, ребенок у меня уже взрослый, он говорит, и чего? Я говорю, ну, как чего? Каждый раз вводишь новый пароль, он говорит, ну, и чего? Я говорю, ну, как чего? Каждый раз берешь вот это устройство и просишь сгенерировать там следующий пароль, 97-й теперь. Вот. То есть у тебя пароль только в голове, в твоем устройстве, да, персональном. Вот. 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 Следующая последовательно сгенерилась. Ну, так что в этом отношении крутая фишка, ради которой можно FreeBSD поставить. Я вот еще раз не фанат FreeBSD, это моя первая любовь. Люблю, помню и хорошо не вспоминаю. Вот. Но ссовать ее везде, я далек от этой мысли. Ну, это прям реально вот киллер фича. Вот хотя бы одну маленькую машинку где-нибудь на границе сети. Я бы поставил ради этого, если бы не был ленивым вводить вот эти длинные фразы, да, переписываться крат. Вот и все. А так, в принципе, вот так. Так, ну, хорошо. Тогда что-нибудь полезное, что-нибудь полезное, да, немножко, немножко. Жизнь администратора, да, что-нибудь полезное. Вот, например, как я. Прихожу в класс, а у меня куча работы, куча забот. Вот. Я беру свою машину, просто-напросто выставляю ее куда-нибудь, где она достанет до всех нужных компонентов в моей сети. Вот. Ну, то есть, беру, например, ее в DMZ сейчас поставлю, чтобы она была везде. Дам ей какой-нибудь IP-адрес из сети, DMZ, 10, 100. Если так посмотрите на схему, то 31-й адрес, соответственно, 255. Такая машина сисадмина, 10, соответственно, 100. Так, первый IP-адрес и 10, 100, 100 и, соответственно, 1. Да, вот машина сисадмина. Так, подключу ее в нужную локальную сеть. Это делается в виртулбуксе. Да. В DMZ я ее включаю. Вот так вот в DMZ она у меня будет, чтобы до всего дотянуться. Так, ну и проверю, все ли в порядке. Pining.ru. Да, все в порядке. Ну и как вводится, чтобы админу было удобно, он берет и что делает? Включается BRDP, да, настройка удаленного доступа. Соответственно, вот беру и говорю, да, разрешить, разрешить. Окей. Так, что еще? Придется мне настроить пароль для моей учетной записи. Значит, учетные записи, да-да-да-да. Записи пользователей. Значит, здесь учетная запись студент, и я создаю пароль. Пароль будет, соответственно, какой-нибудь тоже несложный, чтобы... И сюда тоже паспорт. А вот такой пароль будет, чтобы не забыть, да, пароль, паспорт. Так, ну и, собственно, демонстрирую я что? Демонстрирую я следующее. Теперь я ухожу с работы. Вот я ушел с работы. Ушел с работы. Теперь я пришел куда-нибудь на курсы. Вот я пришел на курсы. Запускаю удаленный доступ. Удаленный доступ. Вот. И хочу подключиться к своему компьютеру. Но если я укажу сеть DMZ без каких-то разрешений 10, 100, 100, там 31, то подключиться я никак не смогу, поэтому либо мне надо на шлюзе какую-то ковырять дыру, либо, ну, destination NAT, там, или еще что-то. Вот. Соответственно, SSH-туннель. На самом деле ничего ковырять не нужно. На самом деле можно просто взять и в настройках SSH добавить, добавить. Что мало подключиться юзерам к внешнему интерфейсу моего шлюза. С моего ведь шлюза эта система доступна. Доступна или недоступна? Ну, честно говоря, отключился от шлюза уже как бы не смогу. Но покажу. Вот мой Windows-компьютер, вот где я сейчас окажется. Вот он где оказался. Вот здесь вот. Поэтому как бы снаружи я попасть на него не могу без специальных разрешений здесь. А с самого шлюза внешнего сюда доступ есть. Поэтому с помощью SSH-туннеля я попробую сделать так, что я подключусь сюда, но настрою туннель таким образом, чтобы, подключившись к некоторому порту этого компьютера, оказаться вот здесь вот. Ну, наверное, стоит показать и еще раз объяснить. Значит, я загружаю настройки этого профиля, захожу в раздел туннелей, да, вот путь очень хороший, и говорю, что если я вдруг подключусь в классе, в компьютерном, к интерфейсу компьютера, к порту 1, 2, 3, 4, то на самом деле это соединение надо прокинуть на компьютер, который находится у меня в локальной сети, 10, 100, 31 и 3, 3, 8, 9. Вот такой вот порт у меня система слушает. Еще раз, вот это путь запускается на компьютере, который у нас в классе. Вот здесь вот компьютер в классе, вот он, я сижу в классе. Вот моя путь, и я ей говорю, что если я подключусь вот к этому порту, вот этого компьютера, то реально я должен оказаться вот на этом компьютере, вот на этом порту. И это должно получиться, потому что сам SSH подключения у нас оказывается здесь, а с этого компьютера до этого компьютера, до моего рабочего рукой подать, вот он здесь вот находится. Вот, ну и, соответственно, я беру, настраиваю это дело, так, добавляю, добавляю, сохраняю, сохраняю и подключаюсь. Меня, видите, спрашивают 497-го, сейчас я забодаюсь эти пароли генерировать, а главное вводить. Вот, ну и вот я сгенерировал новый пароль. Так, пишу прямо на глазах у всех. Ну, где Тина? Так. Конечно, круто. Ага, все, я на работе, как будто бы. Вот, но это у нас с вами уже было. Что добавляется сейчас? Сейчас добавляется, что я могу набрать удаленный доступ. Удаленный доступ. И подключиться, смотрите, куда я подключаюсь. Я подключаюсь к 127.0.0.1, 127.0.1, на порт 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Говорю, подключить. Ну, вот так, что-то не очень, что-то не очень. А почему так не очень? Раз, два, три, четыре. Давай подумаем. Что-то там не доделал. Что-то там не наделал. Так, телонет 10, 100, 100, 31, 31, так, 3, 3, 8, 9. Слушайте, она не слушает этот порт. Надо идти на курсы Windows. Иду на курсы Windows. И говорю, научите меня, пожалуйста. Научите меня, пожалуйста. Так, IP, config, 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 10, 100, 131. Все видят? Да, я вижу. Так, говорю, научите меня настраивать удаленный доступ к компьютеру. Мне говорят, надо пойти в свойства компьютера, в свойства компьютера настройка удаленного доступа, разрешить, выбор пользователей добавить. Ну, на самом деле, ничего такого я не делал. Студент. Ну, на самом деле, еще раз, тут у нас применить. Окей. Ну, что надо сделать-то? Кто подскажет, что надо сделать? Перезагрузить, что ли? Ну, пока других идей нет, перезагружу. Хотя, что-то я не это самое. Мне кажется, не надо было перезагружать. 3.3.8.9. Да, пароль, пасворда. Ну, что ж ты так-то? Давай еще подумаем, что могло быть не так. Я знаю, в чем дело. Надо читать методичку. Дело в том, что эти безопасники, Владимир Евгеньевич, привет тебе, страшные люди, они настроили фейервол так, что мало не покажется. Фейервол, собственно, здесь можно увидеть вот такой вот командой, да? А, сейчас ты увидишь такой командой. Дупликейт. Надо? Да, да, да. Только не дупликейт, нам. Да, да. Фейервол покажу, да. Да, да. Джо. Так, сун. Короче, во FreeBSD используется крутейший фейервол от другой системы, от OpenBSD. И PFKTL минус SOL. Если посмотреть на него, то здесь очень жесткие настройки. Короче, здесь запрещено все, что только можно. Поэтому, чтобы мне сейчас это дело, чтобы это дело не править, ну, можно пойти двумя путями. Можно вот так вот пойти. Это CPF, фонд. Можно просто остановить фейервол, а можно, я знаю, что в дальнейшем это понадобится еще. Все-таки разрешить трафик. Ну, будем так считать, что у нас тут два фейервола, что локальная сеть закрыта внутренним шлюзом, на внешнем шлюзе мы, так уж и быть, пойдем на это самое, на слабину дадим, да. Поэтому вот так вот я сейчас просто разрешу, разрешу любой TCP трафик. Ну, и в принципе, это, по крайней мере, у нас в университете DMZ ничем не закрыт. Только определенные порты, там 25-й, там 139-й и так далее. Вот, а так мы считаем, что если человек в DMZ выставил машину, то, значит, это его право, чтобы его ломали всячески. Вот, ну и, соответственно, в сервисе PFCheck, наш с вами FreeBD, PF Reload, Reload. Так, ну и проверяю. Тилнет. Тилнет. О, а я Windows перезагружал. Все давно работает, а я перезагружаю Windows. И, и, фокус, да, фокус, фокус, фокус. И говорю, подключиться. Теперь я сижу в классе, жду, пока преподаватель начнет занятие. У меня есть время подключиться к работе. Я, соответственно, безопасным способом подключился, безопасным способом подключился, ну, не безопасно, а более безопасно, безопаснее подключился к пограничному шлюзу и проковырял в нем туннель параллельно. Вот, и теперь, собственно, остается только взять и попробовать подключиться. Так, подключаюсь. Ага, гораздо лучше студент. Password. И все. Я теперь на рабочем компьютере не слушаю препода, делаю работу, потом говорю, а что, что вы сделали? Расскажите, пожалуйста, а то я пропустил. Вот. Так что напишите в чат, да? То есть, что мы с вами увидели? Двухфакторная аутентификация. Первое подключение у нас используют одноразовые паралии. Одноразовые паралии можно либо заранее распечатать, либо использовать устройства, которые генерируют их. А второй фактор – это еще и надо знать логин и пароль на свою рабочую станцию. Правда, вот второй логин и пароль передается уже, ну, пароль в открытом виде. Ну, грубо говоря, мы его набираем на клавиатуре вражеского компьютера, но будем считать, что поскольку напрямую к нашей системе подключиться нельзя, это не так страшно. Поэтому мы с вами увидели здесь еще раз пример такой многофакторной, да, аутентификации. Вот, ну и смотрю свою методичку, что тут я еще вам заготовил. Давайте покажу, потому что ждет нас еще интересная тема. Еще интересная тема заключается вот в чем. Так, преподаватель возвращает Windows 97 в DMZ. Сейчас я ее вернул в DMZ, в нашу Windows. Вам расскажу следующую историю. Есть у нас филиал. есть филиал. В этих филиалах, соответственно, есть, есть, в этих филиалах есть сеть, и есть те люди, которые эту сеть администрировали. Так, я в локальную сеть добавляю свою рабочую станцию. Так, паспорт, паспорт. Вот, и вот пример, который прямо на глазах у нас созрел. Значит, имеется техникум, в нем имеется сеть, в нем имеются администраторы, а еще имеются всякие видеокамеры наблюдения, еще имеются турникеты системы контроля доступа на предприятие. И вот нам задача, говорит администраторы, надо срочно сделать так, чтобы у нас в головном офисе для этого выделена специальная вилан, виртуальная сеть, так называется, инженерный вилан, там камеры, турникеты, там, значит, всякие датчики, там все, что вот требует сети оборудования, оборудование, да, специальный вилан для оборудования. И вот нам говорят, а вот в техникуме, который находится там, черти где, и подключен к черти какому провайдеру, надо срочно тоже сделать, чтобы прямо в этой же сети работали эти же камеры, чтобы, значит, там все было турникеты и прочее, прочее, быстренько сделать. Вот, а сеть-то чужая, да, поэтому, что мы, что мы нашли? Мы нашли вот такое, вот такое решение, видите, прямо сейчас печем его, да, вот, соответственно, соответственно, софтезер, перед вами прикольный VPN сервер, никогда я его до этого не использовал, вот, оказывается, что он умеет на layer 2 очень эффективно соединять сети. и фактически, сейчас готовится к забрасыванию в чужую сеть машины, вот эта вот машина у нас будет в чужой сети, вот она, вот она машина, да, вот эта вот машина, вот, внутренний шлюз, да, в чужой сети, то есть, сценарий такой, сценарий следующий, вот эта вот машина, это чужая машина, и мы просим у них установить нашу машину. Наша машина может, например, ей выделен быть какой-то IP-адрес по просьбе по нашей, либо, да, она даже может динамически установить, получить параметры, но возникает вопрос, а как нам, вот мы-то здесь находимся, получить доступ к этой машине? Как получить доступ к этой машине? Ну, конечно, можно еще попросить местных админов и сказать, ну, проковыряйте нам здесь какой-нибудь destination NAT, чтобы мы могли подключаться к нашей машине, чтобы мы могли ее настраивать, вот, ну, это можно, например, разные варианты, там, если не совсем понятно, с вот этим техническим Виланом, который надо подключить, представьте, что это телефонная станция, да, какой-нибудь Астериск, вот, я, кстати, веду курс по Астериску, приходите, да, и вот надо этот Астериск настраивать, вокруг него телефон, и все звонит, все хорошо, но как мне подключиться к этому Астериску? Ну, можно сказать, вот сделайте нам доступ, тогда мы подключимся, поправим, а можно поступить следующим образом, смотрите, как я поступаю следующим образом, я беру, подключаюсь с работы к своему внутреннему шлюзу, беру, подключаюсь с работы к своему внутреннему шлюзу, вот, int gate, да, так, сейчас, 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 или, знаете, наверное, вот такой вот момент рассмотрим, да, с работы не надо, сценарий-то другой у нас совершенно, у нас же это вражеская сеть, мы-то находимся вот здесь, а все это вот чужое, вот это чужое, вот это чужое, вот только наша машина, вот он, наша машина, поэтому нужно как-то сделать так, что, когда мы ее туда поставим, мы к ней сами сможем без просьбы к кому-то подключиться, и вот поэтому я сценарий немножко адаптирую, значит, сценарий следующий, сценарий, готовится машина у нас на предприятии, ну, я подключусь к ней там через промежуточную машину, так, я подключусь через чужую, так, нет, вот машина готовится к отправке, машина готовится к отправке, у нас на предприятии машина готовится к отправке, машина готовится к отправке, И смотрите, что я хочу показать. Если эта машина вдруг вот таким вот образом сумеет установить подключение куда-то, куда мы имеем доступ, опять я эту картинку верну, вот мы, вот они мы, вот наша машина, и мы к ней подключиться не можем, потому что это вражеский шлюз. Но если эта машина установит SSH соединения куда-то, куда мы тоже имеем доступ, то тогда мы сможем через вот эту промежуточную машину подключиться. И вот эта промежуточная машина называется, у нас она имеется, называется шлюз провайдера gate.esp.yum. И вот я сейчас показываю, что если я с этой машиной подключусь к, допустим, юзер, у меня там есть учетное, gate.esp.yum, если я подключусь, и дальше в параметрах подключения укажу, что ты слушай порт 2013, а когда туда подключится, прокинь соединение сюда же на порт 22. Вот такую вот конструкцию, да, вот я нажимаю. Вот, и я, в принципе, оказался вот на этой чужой машине, но показать я хотел другой момент, что стоит мне теперь подключиться к машине gate.esp.yum на порт 2013, вот сюда вот беру, подключаюсь. Как я оказываюсь на внутреннем шлюзе, смотрите, подключаюсь к одной машине, а оказываюсь на другой. Так вот, продолжу рассказ. Теперь вот, значит, как сделать, чтобы это само происходило, да, мне же нужно еще раз сценарий такой. Мы готовим вот эту машину, вот эту машину, мы готовим где-то у нас. Потом мы ее везем сюда, втыкаем, и она должна сама установить подключение вот к этой вот машине, через которую мы имеем доступ. Как это сделать? Очень просто. Идем на первый курс Linux. На первом курсе Linux вам рассказывают про великий и ужасный System.D. Ну, некоторые стариканы типа моего возраста его ругают, говорят, System.D, это все не то. Не слушайте нас, все фигня. System.D прекрасная система, вот, и сейчас я попробую ее продемонстрировать, да, с хорошей стороны. Я пишу юнит на System.D, который содержит что-нибудь, узнаете здесь или нет? Давайте посмотрим. Вот этот юнит говорит, юнит говорит, System.D, запусти вот эту вот команду, вот эту команду запусти. Узнаете инструкцию, по-моему, прям то, что только что у нас с вами было. Вот. И, соответственно, здесь я должен указать порт, допустим, 13, да, пользователя 13. Вот. Но возникает вопрос, как же она подключится? Ведь у нас логин и пароль спрашивают, да, как нам подключиться без ввода логина и пароля. Ну, как подключиться? SSH минус KGEN. 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 Вот. Соответственно, генерирую ключ и копирую публичный ключ из этой пары. SSH минус Copy ID. На, как User 13, соответственно, SATA User 13. GIT.ESP.U. Так, в последний раз ввожу пароль, паспорт 13. Вот. И теперь у меня эта команда должна срабатывать уже без требования ввода пароля. Ввода пароля. Ну, и еще раз я создам профиль, значит, GIT.ESP.UN. Подключаться я буду к внешней машине 20.13. Значит, это будет подключение GIT.ESP.UN. 20.13, чтобы отличать, да. Сейчас попытка подключаться туда. Тут, 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 ESP, да. Сейчас не работает, потому что препод опечатался. Вот. GIT.ESP.ESP.ESP.UN. ESP.UN. Save. Так, это надо удалить. Сейчас подключиться не удается, потому что никто не слушает порт. Но поскольку я разработал юнит, то продолжаю. Разработав юнит, вы можете посмотреть System.D статус этого юнита. Значит, юнит у нас есть, но он сейчас выключен. Далее, включить этот юнит. Включить этот юнит. Так, ну и, соответственно, запустить этот юнит. Значит, юнит теперь будет запускаться автоматически при старте системы. Вот. Ну и, соответственно, можно ее перезагрузить. Можно поверить, что оно будет работать. А главное, проверяем. Подключаюсь к внешней системе на этот порт. Вуаля. Я на нашей системе, которую мы разместили во вражеской сети. Ну, не во вражеской сети, а в недружелюбной сети. Вот, кстати, у нас именно такая сеть. Админы там недружелюбные. Такие люди бывают. Кстати, любители фри-бест. Вот. И мы у этих недружелюбных админов попросим совсем немножко. Мы скажем, пожалуйста, недружелюбные админы. Вот эту нашу систему себе в сеть поставьте. Вот она хорошая. Мы обещаем, ничего плохого она не делает. Вот этой сетевой карточкой воткните вашу сеть. Пусть она получит IP-адрес. А другой сетевой карточкой воткните вот в ту технологическую сеть, которой они не хотят заниматься. Вот просто воткните, и все, и мы больше вас не трогаем. Все будет хорошо. И у нас поднимется Layer 2 туннель, и все камеры в главном корпусе смогут видеть камеры в техникуме. Вот такая вот история нас ждет. И вот таким вот образом мы это смогли сделать с помощью SSH-туннеля и системы. Вот еще немножко про недружелюбных админов. Смотрите, вот у нас с вами есть машина. Вот теперь она уже в локальной сети. До нее так не дотянешься. Вот она в интернете, да? Ну вот попробуй к ней подключись. Не очень-то подключишься. Вот. И тут мы хотим на удаленку. Хотим из дома работать. А нам говорят, нет, мы вам возможность подключаться к вашим станциям в локальной сети ни за что не дадим. Мы же безопасники, а не то, что там херня какая-то. Вы говорите, ну ладно, что с вами делать? И говорите, подключусь-ка я пока на работе. К порту подключусь-ка я пока на работе. К своей учетной записи. Все на том же самом внешнем узле. Собака. Gate. 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 ESP.U. Вот. А при подключении добавлю параметр следующий. Значит, пусть там начнется слушаться порт, например, 3013. А когда к нему кто-то подключится, тут прокинуть это все на localhost. На порт 3389. Смотрите, что я делаю. Значит, устанавливаю такое подключение. И еду домой. Еду домой. Приезжаю домой. Приезжаю домой. Сажусь за домашний компьютер. Это вот будет домашний компьютер. Набираю, 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 значит, удаленный доступ к удаленному столу. И подключаюсь к gate.ESP.U. Gate.ESP.U. На порт, какой там был, 3013. Говорю, подключить. Смотрите, круто. Студент. Пассворд. Окей. Да. Да, ребята, несмотря на то, что злые админы, безопасники, были против того, чтобы я мог работать дома, я без всякого спроса, ну, так делать, на самом деле, наверное, может быть, и не надо, я как тоже админ, безопасник, да, вот, но я что могу сказать? Мы в Бауманке стараемся не вынуждать людей пользоваться вот такими вот хаками. Мы стараемся дать им возможность сделать это легитимным. То есть у нас каждый пользователь может получить VPN-доступ, у нас учетки, все контролируется, и динамический DNS, то есть человек там подключится именно к своей машине. Вот, так что, как бы, когда будете пользователями, имейте в виду, что со злыми админами можно вот так. А когда будете админами, имейте в виду, что не нужно уж прямо сильно так вот это самое, потому что, ну, конечно, это тоже можно заблокировать. И как раз вот я смотря видео, там Владимир Евгеньевич рассказывал, что можно просто поставить прокси в сервер, вот через него тогда не прорвешься. И я помню, что эту лабу показывал каким-то сотрудникам. Мне попросили, говорят, Вячеслав, вот тут собралась группа, там, предприятие, да, вот проведите, пожалуйста. Я говорю, а, ну, давайте проведу. Вот я вел группу и говорю, ну, как у вас там с удаленкой, да? Они говорят, да нет, все плохо, там, да, да, да. Вот я говорю, ну, я вас сейчас научу, покажу вам способ. Показываю, говорят, нет, к сожалению, тоже не работает у нас. У нас, значит, прокси-сервер стоит, не пройдут такие пакеты. Ну, нельзя, то есть нельзя наружу установить соединение на 22-й порт. Так, ну и, наверное, напишите в чат, как там вам было интересно, поучительно, да, что тут у нас осталось. Вот, значит, да, вот, пожалуй, мы с вами вот здесь вот остановились. Так, теперь у меня к вам такой теоретический вопрос. Мы с вами прозанимались уже час. Есть ли у вас силы посмотреть, как организовать корпоративный TeamViewer? Напишите плюс, если вам интересно. Вот, и, соответственно, я тогда дорасскажу и до этого момента, потому что это тоже пример использования SSH-туннелей. Пример использования SSH-туннелей. Единственное, что здесь немножко лаба будет смазана в том плане, что у нас смазана лаба в том плане, что у нас с вами так. Ну, дайте я подумаю. Может быть, ну, в любом случае понадобится еще одна машина. Сейчас я запущу импорт еще одной машины. И немножко расскажу, что мы хотим получить. Значит, рассказываю. TeamViewer. Все знают, все любят и, соответственно, жалеют, что это замечательное решение. Ну, я не знаю, там совсем недоступно или труднодоступно, или скоро будет недоступно и так далее. Поэтому руководство обратилось к нам с просьбой найти какое-нибудь решение на замену. Найти решение на замену. Соответственно, мы начали искать решение на замену. И, значит, в общем, нашли следующее. Нашли следующее. Что вместо TeamViewer можно использовать, чтобы увидеть рабочий стол? Ну, мы старые админы, еще раз повторю. Поэтому знаем, что есть такая штука, которая называется VNC. VNC. Я даже не знаю, как Virtual что-то там, Network Connector, или как-то расшифровывается, не знаю. Всегда называли VNC, и все. Так, мы знаем, что есть такое VNC. ВNC, соответственно, теперь задача следующая. Ну, тут, в принципе, можно, может быть, даже и на одном, да, стенде, показать. Значит, я сейчас вторую машину включаю в свою локальную сеть. Вот она, локальная сеть, да, видите, локальная сеть. Вторую машину. Запускаю. Вот, и, значит, идея заключается в том, что мы на все системы ставим VNC сервер. И вот я начну отсюда, соответственно, классов. Но реализации VNC много, и очень интересное решение как раз мы увидели вот в этом вот. ТИГЭТ, ТАЙТ, ТАЙТ, ТАЙТВНЦ. Поэтому я сейчас везде этот ТАЙТВНЦ устанавливаю. ТАЙТВНЦ устанавливаю. Так, сейчас посмотрим, да. ТАЙТВНЦ. Сейчас устройство. Общий. Так, общий буфер. Ага, включен, хорошо. Скопирую здесь ссылку. Так, ТАЙТВНЦ. Одна из реализаций, которые просто ставим... Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Так, прошу прощения. А, да, вот это вот надо. Копирую адрес ссылки. Запускаем. Итак, на все компьютеры, буквально на все компании ставится этот пакет. На все компьютеры в компании. Вот на первая моя виртуалка будет как раз виртуалкой админа. Так, я сейчас запущу процесс на второй системе и вернусь тогда к первой. Значит, вот она у нас. Один-один – это вторая система, а один – это первая система. Римские цифры. Так, не надо ничего перезагружать. Значит, ставлю на вторую систему тоже пакет ТАЙТВНЦ. Так, угу. Слушайте, да. Не хочу ставить, а придется, да. К сожалению, не может он загрузить по какой-то причине. Казалось бы, что ему стоит скачать пакет? Браузер для установки браузера, короче. Ну, там HTTPS, понятно почему. Сертификаты, все про кисли. Windows 7, конечно, это так себе средство для использования. Ну, вот поэтому, поэтому, да. Так, ага, хорошо. И вот отсюда уже попробуем этот ТАЙТВНЦ поставить. Ну, да, видите, все хорошо. Так, все по дефолту ставим. Ну, и, соответственно, кто с ВНЦ работал, тот, в принципе, уже начинает вопросы задать. Вячеслав, ну, хорошо, ВНЦ, сервер, вы установили всем вашим пользователям. Значит, куча проблем с безопасностью. Вот кто к ним может подключаться, какой пароль. Видите, вот она спрашивает, да. Пароль для удаленного доступа. Какой будет пароль? Вводите, представьте, у вас там на предприятии, вот у нас работает там 7,5 тысяч сотрудников, да, ну, таких компьютерных пользователей активных. Они что тут, каждый придумает себе пароль, а потом сообщит службу поддержки? Задача очень простая. TeamViewer для чего используется? Человек говорит, у меня мышка не ездит, да, у меня там окошко залит, у меня там телефон не звонит, у меня там 1С не открывается, у меня там… И надо подключиться к его рабочему столу и увидеть, что, собственно, там происходит. А чтобы подключиться к рабочему столу, нужно что-то, пароль, что ли, его знать? Или, может быть, один пароль всем забить? Представляете, да, вы так пришли на курс безопасности. Поэтому мы просто говорим, что никаких паролей вообще не будет, и к нашему серверу вообще-то подключиться будет нельзя. Мы говорим это здесь, и мы говорим это здесь. То есть никаких, значит, ВНЦ сервисов, позволяющих подключаться напрямую, не будет. Вот вопрос, зачем мы тогда это делаем, что, собственно, дальше? Дальше, собственно, дальше вот оно, смотрите, что. А дальше наш с вами первый компьютер – это рабочая станция сотрудника техподдержки. Сотрудник техподдержки приходит на работу и запускает следующую команду. Вот, смотрите, он подключается, пока непонятно зачем. Как user13 gate esp.un. Вот, и добавляет ключик, добавляет ключик минус R, минус R. Дальше говорит, слушай, там случайный порт, прям случайный порт. А когда кто-то подключится к случайному порту, перенаправь это соединение на localhost, на localhost, на порт 5500. А что это за порт такой 5500? А вот что это за порт. Значит, сотрудник техподдержки останавливает ВНЦ сервер, он ему не нужен, и запускает ВНЦ в ювер. ВНЦ в ювер. И запускает ВНЦ. Так, где-то наш ВНЦ. Тает ВНЦ. Вот он, в ювер. Но не указывает, куда надо подключаться, как в обычном. А говорит, ВНЦ в ювер, начиная слушать сеть. Значит, здесь вот тает ВНЦ, позволяет как раз реверс подключения сделать. Еще раз, сотрудник техподдержки запускает у себя в ювер, но ни к кому не подключается, просто запускает в ювер. А дальше говорит, если кто-то подключится к случайному порту вот этой вот машины, то перекинь соединение на вот этот вот в ювер. Продолжу. Вот я подключаюсь, соответственно, ES. Gate SPU. Так, ну и пароль, соответственно, паспорт 13. А дальше сидит на телефоне и звонит ему пользователь. Звонит ему пользователь. Пользователь вот этой системы. И говорит, хорошо, что я до вас дозвонился, у меня ничего не работает. Я пользователь там вот такой-то. Я даже сейчас, чтобы было видно, да, вот. Вот я тут в блокноте написал что-то, вот, а оно вот не видно ничего. Вот, соответственно, беру и сейчас формат шрифта. А оно там не печатается или не отображается. Еще вот, смотрите, да, видите, вот сижу, не знаю, что делать. Помогите ему. Оператор ему говорит, вот наш оператор, вот наш оператор. Говорит, ага, давайте сделаем вот что. Значит, у вас там внизу есть иконка, иконка. Ага, он говорит, да, есть иконка. Давайте запомним цифру 54470. Значит, вы в эту иконку втелкните правой кнопкой мышки и выберите пункт attach listening viewer. Выберите пункт. Хотел бы я увидеть пользователя, который это сумеет сделать. Поэтому в баунке у нас немножко еще больше сделано. Расскажу чуть позже. Но, по сути, то же самое. Щелкните по иконке правой кнопкой мышки, выберите attach listening viewer. Ну, допустим, вы им там отправили инструкцию на бумаге. И здесь наберите gate.esp.yum. Так, и двоеточие. А дальше введите номер, который я вам продиктую. И диктуется номер 5454545. 54, 470. 54, 470. И говорите, и нажмите attach. Пользователь. Ну, нажал. И чего? А вы говорите. Ничего не получилось. Давайте еще раз. Да, я на самом деле знаю, в чем дело. Это же безопасность такая безопасная. Я вспомнил еще один момент. Методичку надо прочитать. Так, 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 так. Разрешаем на ингейт прохождение по всем портам. Но это же у нас безопасность. Она просто шизоидная. Да, сейчас поправим маленький. Так, сейчас поправим. Знаю я, что хочу сделать. Ну, чужой стенд, поэтому пришлось к нему адаптироваться. Вот, соответственно, сейчас я поправлю эту вещь. Так, вот они, правила, которые у нас сочинены Владимиром Евгеньевичем. Так, и я в этих правилах... Так вот. Вот так вот сейчас мы возьмем это за основу. Так. Возьмем это за основу TCP и, соответственно, просто TCP разрешим. Разрешим TCP. TCP разрешим вот так вот. Так, хорошо. И попробуем снова эти правила скормить. Попробуем снова эти правила скормить. Так, попробуем правила скормить и пробуем снова. Пробуем снова. Говорим, так, извините, не получилось. Давайте еще раз. Вот наш пользователь уже уставший говорит. Ну, давайте еще раз. Что с вами делать? Хорошо. Что мне надо делать? Мы говорим. Надо щелкнуть мышкой. Надо щелкнуть мышкой по иконке. Набрать attach listening viewer. Указать gates.esp.um. и указать цифру, которую я вам продиктую. 5, 4, 470. Оттач. Что, опять не получилось? Connect localhost failed. Так. Localhost failed. Тает тает. Тает в НЦ. Ну, замучим так нашего пользователя еще раз. Так. Тает в НЦ. Вьювер. Вьювер. Так. Listening mode. Ну, а что, ничего не так-то? Close. Пробуем еще раз. Так. Так. Listening. Хорошо. Сейчас посмотрим. Так. Нет. Start. Минус. На. А. 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 5, 5, 0, 0. Господи, что такое? Так. Ну, вот оно работает. Что не так-то? То не так, что не эдак. Ну, давайте еще раз. Еще раз. Так. Еще раз. Еще два. Так. Что-то я не там набрал, что ли? Ох, преподаватель. Сейчас. Да, да, да. Смотрите, а не стой, машина набрал. Ох, ну, нормально. Да. Думаю, что это такое странное? Не работает. Да, да. Ну, ничего. Еще раз. Так. Подключаюсь сюда. Да. Password 13. И нашему уже в конец замученному пользователю говорим. Так, ну, давайте еще раз. Только теперь будут другие цифры. Обратите внимание, что при каждом подключении новые цифры. Значит, оттачки истиннин ювер, гейтсп юн. И цифры переписываем 14232. 14232. Говорю, подключиться. Ну, наконец-то. Я думаю, четвертый раз бы он не выдержал. Смотрите, какая красота, ребята. Мы с вами видим рабочий стол пользователя. Вот. Причем, давайте перечислять. Значит, напрямую к пользователю подключиться нельзя. Можно только попросить его щелкнуть в иконку, набрать строчку. У нас, в принципе, на рабочем столе не в принципе, а на рабочих столах пользователя лежит иконка Help. И когда оператору надо подключиться, то он говорит, щелкните в иконку Help и просто введите номер. То есть он нигде не ищет там эти самые. И дальше оператор, соответственно, может работать с рабочим столом пользователя. И пользователь видит все, что делает оператор. Представляете? Вот перед вами TeamViewer из подручных средств. Что мы с вами взяли? Тайд ВНЦ и СССР туннели. Вот. Ну и, соответственно, на этом, наверное, моя демонстрация закончена. Получилось немножко быстрее, чем занятие. Потому что... Почему? Потому что я один делал, да? Когда вся группа делает, все становится гораздо медленнее. И, значит, тогда мы, наверное, за сегодня в это не успеем. Вот. Ну, на этом все. Я готов на вопросы поотвечать. Если там хотите, микрофон можно включить. Вот. Мне кажется, мы неплохо время провели. Вот. Все это будет в записи. Я останавливаю, попрошу запись сохранить. И, может быть, даже как дополнительный такой бонусный материал к вам в личные кабинеты выложить. Ну, напишите, как обстановка, как это было интересно. Скажите что-нибудь и будем, да. Считаю, что не зря собрались и я не зря готовился. Спасибо большое. Было интересно, но не успевал все уловить, если честно. Да, это понятно. Потому что будете у меня учиться, поймете одну проблему со мной. Мне очень хочется много разных интересных вещей показать. И поэтому они все как бы одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Единственное, что спасает, это то, что есть запись. Можно записи отмотать назад, посмотреть. Ну, а так главное понять суть, что мы с вами сделали. Мы с вами безопасно подключились, как бы это ни звучало, к работе. Одноразовые пароли были. Всякий раз пароль меняется. Что мы еще с вами? Мы с вами сумели разместить Linux сервер в чужой сети и имеем возможность подключаться к этому Linux серверу, не напрягая местных админов. То есть он сам устанавливает соединение наружу, и мы через эту наружу к нему подключаемся. Мы смогли подключиться к своей рабочей станции, несмотря на то, что админы отказались нам помочь, потому что эта рабочая станция сама подключилась куда-то наружу, и, соответственно, мы к ней подключились уже, как бы вот так вот, как говорил Сергей Сергеевич Баронин, который этот курс придумал, да, если человек может пойти в интернет, то интернет может прийти к нему, да, так и здесь. Вот. Ну и последняя лаба, вот решение типа корпоративного TeamViewer тоже, все это на SSH-туннелях основано. Ну и последняя лаба, это надо, конечно, максимально сделать удобным использованием для пользователей, да, потому что пользователи, они не надо считать, что они глупые, это вот глупо считать, что пользователи глупые. Они занимаются сложными вещами, о которых мы там представления не имеем, вот, и то, что они там с трудом эти иконки находят, это, в общем, не показатель, да, поэтому надо, чтобы все было просто, щелкнул, номер ввел, и тебе имеется возможность видеть рабочий стол и сказать, вот здесь вот вы там не то нажали. Так что вот четыре таких лабораторных работах, ну, всего-то за полтора часа, да, так если это все досконально разбирать, то будет дольше. Вот, так что вот так вот, вот. Ну, я надеюсь, что Владимир Евгеньевич поправится и продолжит, а вы действуете очень просто, да, на занятиях. Спрашивайте, спрашивайте. Вот я просто здесь как бы делал, 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 а можно было в любой момент, ну, я попросил, да, давайте я сделаю, быстренько и разойдемся, да, а на реальных занятиях за реальные деньги, ну, уже сто пять. Вот этот момент непонятен, пожалуйста, расскажите. Вот здесь не очевидно, пожалуйста, поясните. Вот это вот, а для чего вот это? То есть действуйте вот таким образом, и все будет, все будет гораздо понятнее. Так, ну все, основные. Да, да.